Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В сегодняшние так называемые демократические времена жизнеустройства наших сограждан подчинено законам демократического самоуправления. Всем нам известно происхождение слова «демократия», производное от древнегреческого словосочетания «demos kratos» – «власть народа». Для ее реализации существуют выборы, а затем выборная власть, следуя своим обещаниям, управляет. Но вот тут как раз мы наблюдаем, как власть народа уже существует исключительно в заявлениях. Примеров того много и то, что происходит в парламенте и в управлении жизнью главного города страны. Десятилетие либерального управления столицы увенчалось обретением Кишинева нового мэра. Дарина Киртуака путем нехитрых юридических манипуляций сменила Сильвия Раду. Казалось бы, многое изменится, но и сегодня мы наблюдаем, что дело либерала Киртуака продолжает жить. Итак, кто в доме хозяина? Будем разбираться на практических примерах с гостем программы муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чтобы далеко не ходить за примерами относительно того, что происходит в городе, ведь на практических примерах можно достаточно детально разобрать или показать, в общем-то, общую картину того, что происходит сегодня в столичном муниципе. И далеко ходить не будем. Буквально недавно мои коллеги снимали о том, репортаж о том, как проходили публичные слушания в секторе Буюкань. По поводу строительства, ну, мне кажется, уже такого из области ноу-хау. Это когда в стык двух домов встраивается еще третий дом. Ну, насколько это все-таки оправданно с точки зрения градостроительных технологий, с точки зрения эстетики, насколько это оправданно с точки зрения эксплуатации инфраструктуры сегодняшней столицы? И как, на ваш взгляд, реагируют сами жители этих домов? Ну, давайте начнем поэтапно. Я не являюсь специалистом в области архитектуры, проектирования, градостроительства, однако опираясь на свой, мне кажется, уже немаленький опыт в разбирательстве таких скандальных строительств и незаконных строительств, нарушений, мы регулярно консультируемся со специалистами. Специалисты говорят следующее. То есть, ну, во-первых, само такое строительство возможно. Но, знаете, как самая благая идея, в неумелых руках, у кого руки растут непонятно из какого места, может быть опорочено, очередно, испорчено, как это было, я прошу прощения за свой хрипший голос, как это было с мансардами. То есть, мансарды изначально, сам по себе хороший проект, благодаря этому проекту можно было обновить все коммуникации. Дешевое жилье, плюс еще, да. Дешевое жилье, можно было обновить коммуникации, обновить фасад зданий. Но так как либералы, в первую очередь, решили, там, и знаменитый Марчел Дарий, вместе с Дарином Киртуакой, и его одноклассниками, решили на этом просто зарабатывать деньги, это превратилось вот в ту порнографию, которую мы видим по всему городу, и огромное количество мансард, они не завершены, и люди, к сожалению, вложив туда деньги, остались без жилья. Точно так же и с этим строительством. В торце двух зданий, в принципе, можно построить, но при каких условиях, и на каком основании. И согласны ли люди с этим? Вот публичные слушания, которые были вчера, должны были выявить, а что думают люди по поводу будущего строительства. На это и есть механизм публичных консультаций, предусмотренный в законе о транспарентности, предусмотренный в решении правительства о проведении публичных консультаций 976, если не ошибаюсь, от октября 2016 года. Но мы сталкиваемся с чем? Мы сталкиваемся с тем о том, что дельцы приглашают, грубо говоря, статистов, то есть актеров, статистов. Возможно, кто-то из них проживает недалеко от этого здания. К примеру, в данном случае я был очень удивлен, когда из 30 присутствующих человек, я специально посмотрел журналист регистрации, только три человека вписали место проживания именно этот дом. Потом мне жители сказали, что один из их, кто проживает в этом доме, это супруг бенефицара строительства, женщина. Людей просто не уведомляют. Как часто вы, либо зрители, заходят на сайт, допустим, притура.буйкань.мд? Как часто в месяц, в год вы заходите на эти сайты? Чиканда.мд, ботаника.мд, центр.притура.чентру.мд. Мало кто заходит на такие сайты. Если на Point, на другие более-менее раскрученные порталы в Молдавии еще каким-то образом люди посещают, ну, Кишине.мд, вот тут в целом большой сайт, еще каким-то образом люди посещают, то такие сайты они не замечают. В итоге, в связи с тем, что не было объявлений на подъездах, понятно, это затратно в каждую квартиру бросить какой-то флайер, какой-то листочек объявления о проведении публичных слушаний. Люди не были оповещены. Люди не были оповещены. Это значит о том, что они не смогли защищать свои права, не смогли высказывать свое мнение. То есть, механизм публичных консультаций не работает. Кроме того, публичные слушания назначаются, как правило, утром в рабочие дни. И можете ли вы отпроситься с работы для того, чтобы пойти высказать свое мнение по какому-то вопросу? Это и есть демоскрата с власть народа, но здесь фальсифицируется. То есть, мошенничество. Это не на понятии происходит. Вроде как от лица народа, на самом деле. Вроде бы, да, но вместо народа подсовываются какие-то статисты. Пусть даже не проживают, но это не является представительством всех людей, которые проживают. Понятно, у нас есть большое количество людей, которые равнодушны. На меня фиолетово, что будет там, и так далее. Они сидят дома. И только небольшая часть приходит активно участвовать в своей жизни. В данном случае случилось именно таким образом. Небольшое количество людей пришло. Ни один из этих людей, который присутствовал на публичных слушаниях, не высказал ни вопросов, ни возражений. И все в целом выступали за строительство. На самом деле, есть ли какой-то рекламент публичных слушаний? И вот есть ли пример того, как проходили публичные слушания с участием или с массовым участием жителей, чьи интересы затрагиваются тем или иным строительством? Были подобные что-то уже у нас в столице? Ну, если вы помните, скандальное строительство, связанное с Московским проспектом, я потом перейду, недавно было Зелинского, но печально тем, что оно было все-таки проголосовано в Совете. В Московском проспекте бенефициар, надо отдать ему должное, когда были назначены публичные слушания. Мы, к сожалению, то есть я хочу публичное слушание в ходе самого этого строительства, которое было, то есть как примирение сторон, скажем так. Строительство напротив парка. Да, строительство этого огромного здания, которое, я считаю, что оно никак не смотрится на Московском проспекте. Я на Кишиневе тоже хочу сказать, что вот приезжал недавно, получал такое впечатление, такого давления огромного здания, которое вот давит своей архитектурой, сжимает пространство этого проспекта, проспекта, который мне, например, всегда нравился. Архитекторы говорили о том, что на этом месте должен был быть ресторан, и он как бы в виде единого комплекса спускался по улице Мирон-Костин в сторону Демо, в сторону Озер, только единый такой комплекс, и тем не менее он нарушенный. Внизу мы уже знаем, построили, забыл как называется, комплекс в виде шестеренки такой. Были назначены публичные слушания. То есть у нас был скандал, была драка депутатов с Беркутом, были спиливания заборов и так далее, было возбуждено несколько уголовных дел, было инсценировано несколько гражданских исков по аннулированию авторизации и так далее. К сожалению, мы или благодаря инстанции, или непонятно каким-то факторам, мы проиграли все гражданские иски, и мы видим в том, что, к сожалению, строительство продолжилось. Было инсценировано эти публичные слушания. Застройщик, почему я говорю, дать ему должное, когда мы зашли в зал, зал был полон людей. То есть реально в притуре... А помещены были максимально... Да, то есть были помещены, которые выступали за строительство. То есть застройщик привел своих людей, тем не менее было приблизительно такое количество, и люди пришли к выводу о том, что необходимо каким-то образом рыжкановцам, кто проживает на Рыжкановке, компенсировать. В результате действительно не обманули, сделали достаточно большую игровую детскую площадку за озером на Мирон-Костин. Действительно, там было открытие 1 июня, большой праздник был и так далее. Регламента как такового, публичной консультации в самом муниципе, его нету. Есть... Примария обязана руководствоваться, как я сказал, решением правительства 967-м и законом о транспарентности. И мы видим, но оно не выполняет это. Не выполняет. Знаете, вот в прошлом году мне посчастливилось побывать на Московском урбаническом форуме, где присутствовали руководства и архитекторы ведущих городов мира, начиная от Токио, Рим, третье повеличение, китайский город. И многие из них говорили, важнейший фактор администрации города это умение балансировать, умение находить компромисс между крупным бизнесом и с жителями города. Абсолютно понятно о том, что крупный бизнес будет давить на администрацию всевозможными методами, начиная от белых методов или серых методов, включая медийные компании и так далее, вкончая простой банальной коррупцией и возможностью влиянием силовых ведомств, таких как прокуратура, суды, полиция или что-то, открытием псевдоуголовных дел и так далее. Вот администрация должна балансировать между этим. Вот тогда будет развиваться и бизнес, и будет развиваться, и городу будет полезно развитие этого бизнеса. Но мы видим, к сожалению, о том, что как предыдущая администрация города, она была полностью почина крупному бизнесу и служила только на благо собственного кармана, на мой взгляд. Так и сейчас мы видим, в этом плане ничего не делается. Давайте вспомним, в прошлом году были публичные слушания, если не ошибаюсь, в сентябре, по поводу зонального плана на Зелинского. спорткомплекс «Юность» в том числе... Нет, спорткомплекс «Юность» был отдельно, мы сейчас поговорим на эту тему. Это именно комплекс строительства за Элатом. То есть между Элатом и Плацей... гипермаркет «Каффландс». Мне не суть важна с самого названия и место происхождения, страна происхождения этой сети инвестора. Важно, чтобы это делалось с учетом интереса граждан и не... Главное правило у нас в медицине, главное не навредить. Здесь, к сожалению, я обращаюсь к жителям ботаники, к сожалению, в муниципальном совете наши коллеги не вняли нашим просьбам. Я повторюсь, мы за земельные вопросы, за вопросы вот такого характера мы не голосуем, мы не участвуем в таком голосовании. Наша фракция приняла принципиальное решение. Мы хотим сначала навести порядок в городе, социальные вопросы решить, регламентирующие, фундаментальные вопросы решить, как генпланы и так далее. После этого можно заниматься вопросами продажи или распределения земельных участков и изменения зональных планов. Тем не менее, два зональных плана на Зелинском были проголосованы и за Элатом, внимание, между улицей Дичебал, Зелинского и Старого будет построено 38 многоэтажных зданий, включая две вышки по 18 этаже и еще один гипермаркет. Это полторы тысячи квартир, приблизительно около тысячи автомобилей, плюс 500 автомобилей в час у этого гипермаркета. И у жителей не было возможности высказаться на публичных слушаниях. Именно мы за день, то есть мы когда узнали о том, что жители не были оповещены, мы за день, за два до самих публичных слушаний размещали, я лично расклеивал листовки с приглашением жителей, тех, кого удалось вечером поймать, приглашали. В итоге жителей, пришло, наверное, человек 10, и они не смогли высказать все свое желание, а улица Зелинска будет расширена, эти знаменитые, красивые каштаны, вот эта аллея, она будет спилена. Ну, к сожалению, а на Дичебале с пересечением Зелинского будет поставлен круг. То есть полнейший идиотизм, но, тем не менее, за это уже проголосовано. Вот таким образом у нас работает демократия, у нас этот механизм буксует, не работает, и мы с нашими юристами приняли решение о необходимости разработать регламент, почему он в муниципе именно отсутствует, где четко будет указано, первое, проведение публичных слушаний должны быть оповещены все жители путем наклеивать, ну, помимо размещения на сайте Кишинэм Дэй, может быть, других сайтах, пусть даже на платной основе в качестве рекламы, размещать объявления на подъездах, для того, чтобы жители знали, дважды дублировать размещение, кто-то может сорвать и так далее. Но самое главное, публичные слушания, один коллега из гражданского общества, он специализируется, Виталий Возной, на процедуре, мы видим постоянно его участие, в том числе он и нас критикует за некоторые ошибки, некоторые упущения. Необходимо первое объявление на сайте, а самое главное, само проведение публичных слушаний должно быть не в рабочие часы, когда люди не могут отпроситься, должно быть либо вечером, после пяти часов, шести часов, все люди могут прийти, либо в субботу, выходной день, когда каждый человек может уделить два-три часа внимания проблеме, которая потом может его побеспокоить. Тогда мы действительно выявим демоскратас и общественное мнение будет понятно, люди желают этого строительства или не желают этого строительства. Мне кажется, то, что проблемы могут беспокоить, это такая мягкая интерпретация последствий, которые могут возникнуть в случае неучастия, активного неучастия в обсуждении, потому что мы обсуждаем территорию, изменение ландшафта городского, которое может повлечь не просто или там послужить некоторым беспокойством, но может послужить изменению жизненного цикла. Мы меняем маршрут, мы меняем место жительства в силу того, что, например, уже кому-то не нравится находиться в таком муравейнике. Мы вынуждены во время строительства допустим, уже не проводить то время на улице, когда происходят строительные работы. И раз мы затронули вот эту территорию, которая сейчас расчищается для вот этих многоэтажек и гипермаркета, насколько мне известно, даже не просто это, наверное, общеизвестный факт, но там находилось предприятие, на котором проводились работы, связанные с радиоактивными веществами. И насколько гарантировано, что вот то, что там сейчас вывозится, оно не попадет потом, не знаю, в атмосферу, в землю, не попадет, не будет загрязнять окружающую среду. Вот известно ли вам, вот как происходит вывоз строительного мусора или тех строительного мусора после сноса старых зданий, которые там находятся? Ну, любой снос должен происходить на основании авторизации, а авторизация выдается на основании проекта сноса. То есть, для сноса тоже делается проект, который указывается, где должен стоять трактор, каким образом ковш должен разворачиваться, либо необходимость крана, либо ножниц. Ну, у нас, по-моему, не использовался взрывной метод, но в некоторых городах и это рассчитывается у розов ветров, должны указываться экологические требования, в частности, мытье колес, автомобилей, грузовиков, которые вывозят грунт. Это все указывается в проекте организации строительных работ. Снос это тоже строительные работы, только наоборот, то есть мы сносим. При сносе указывается место размещения того объема мусора, того объема строительного в результате сноса, указывается место вывоза его. Это должно согласовываться с экологами, должно согласовываться с аультосабиритати, либо это вывозится на качестве твердого грунта, это может вывозиться на пурчел, в связи с тем, что это не гниет, не представляет. Но насколько это вредно, никто же не делает анализ, правильно? И мы не знаем, согласны ли, вот мы видели последние, вдруг, дикую озабоченность бывшим министром экологии с пиленой елкой в одном из бывших детских садов, с 90-х годов то здание не является детским садом, но задает ли он вопросы, действительно, в завод Сигма, производя платы, использовали химические вещества, в том числе токсичные вещества для производства определенных оборудований, это военное производство было, и мы не знаем, каким образом, то есть понятно, что оно будет негативно, но куда это свойство и так далее, мы не знаем, и вот где аукнется, экологи молчат, потому что бывший министр открывает рот только в политических целях, когда спиливали на Олег Руссо от 3-й горбольницы до торгового центра Союза целую олею елки, или вот возле сейчас, недавно, возле органного зала спилили красивейшие ели, они почему-то молчали, но ради того, чтобы своих конкурентов опорочить, они вдруг решили сделать пиар-акцию из этой ели, которая была спилена, а про другое они молчат, то есть чисто политика, мы боимся о том, что тот грунт, который был вывезен, сыграет свою роль, если это близко к каким-то населенным пунктам, кстати, грунт может быть вывезен для того, чтобы заполнить какие-то ямы, и на этих ямах потом может быть определенное строительство, и когда люди будут, не дай бог, через какое-то время болеть, это тогда только выявится о том, что именно туда токсичный грунт. Правильно продиагностируют. Если да, если проведут правильно диагностику, но мы опять же видим в интересах крупного бизнеса и давление это может и не происходить, как случилось с улицей Зелинского, мы пытались объяснять, я на совете пытался объяснять своим коллегам, нельзя голосовать за такие вопросы, тот же супермаркет, который там будет расположен, его вполне можно было расположить за чертой, вот тут за улицей, за логической. Пожалуйста, ребят, то есть очень близко к доступу, кто хочет, приезжает покупать, но им принципиально надо в центральной части большого микрорайона для того, чтобы обеспечить себе покупательную способность, но их абсолютно не заботят, и вот меня больше всего поражает, когда иностранные инвесторы, либо под видом иностранных инвесторов, как мы видели с Дедеманом, слава богу, что этот проект ПУЗО, проект решения не прошел в муниципальном совете, прибегает к манипуляциям, то есть просто в наглой манипуляциям заказывают рекламные, на основе рекламы заказывают медийные программы с опорочиванием советников, в том числе меня лично, якобы там непонятно, что хотим, мы хотим порядок. Мы сейчас говорим, ребята, если будут построены эти 38 домов за Айлатом, и этот гипермаркет на улице Зелинского, на улице Старого, больше делать будет нечего, это будет одна сплошная пробка. В этом случае, если вы хотите построить, а я искренне говорю, я выступаю за комплексное строительство, потому что благодаря комплексному строительству можно построить единый микрорайон с единым дизайном, сделать красиво, обустроить парковую зону, игровую зону и так далее, но мы должны подумать и о транспорте, зонирование определить, но мы должны подумать о транспорте, куда все эти люди поедут, Зелинского будет забито, с перекресток Старого, Старого не расширишь, там некуда расширять, они об этом не подумали, они думают о моментальном вложении денег и возврате своих инвестиций, а что будет жителям, их абсолютно не волнует, и к сожалению, мы в городе видим попытку строительства, мы знаем, имеем информацию, в ближайшее время будет строительство нескольких огромных комплексов, в том числе и жилых и торговых, которые не принимают в расчет саму транспортную нагрузку, перед Новым годом жителей, мы видели в прессе публикации о рынке Алешина на Богдан-Воевод, жители жаловались о том, что их расселяют, и мы действительно получили информацию о том, что одна из строительных компаний собирается построить 24-этажный жилой комплекс на месте бывшего рынка, и вот каким образом объяснять этим людям, ребята, Богдан-Воевод и так является перегруженной, ну, построите, ну, ниже сделайте этажность, 5-7, там, 9-этажная рядом с соседним комплексом, и комплекс должен быть размещен, и администрация должна подписывать авторизацию только в случае, если просчитана вся составляющая, и архитектурная часть, и строительная часть, но самое главное, транспортная, социальная составляющая, они же, когда строят комплекс, по СНИПам городостроительства и обустройства территории, на каждый гектар нового строительства предусматривается ограниченное количество проживающих и ограниченное количество квартир, кто эти СНИПы соблюдает. Гостроинспекция, к сожалению, на все эти проекты смотрит сквозь пальцы и никоим образом не реагирует, хотя они обязаны по закону качества строительства проверять эти все проекты. Им плевать, потому что в большей части случаи они подвержены влиянию крупного бизнеса. То есть, там будет проблема, непонятно, что будет получена информация о том, что вместо здания вибр и перебор, это на минуточку 10 гектаров, тоже будет огромный жилой комплекс, может быть правительство, это сейчас относится к правительству, будет планировать там программу, которую они обещали, социальное жилье, возможно. Но, ребята, покажите нам, это должно быть проходить через муниципальный совет, покажите, как туда будут люди добираться, какая социальная нагрузка, будет ли там школа, детский сад и так далее. Мы это не видим. Здесь удивительно еще вот такой момент, смотрите, я понимаю, что мы постепенно превращаем наш главный город в одну огромную большую спальню. но есть такое понятие, как инфраструктура, это увеличение жилых квадратных метров приводит к тому, что эти дома подключаются к старой, изношенной, достаточно инфраструктуре. Я нигде не слышал о том, что инвесторы при строительстве многоэтажек, новых многоэтажек, в окружении уже старых, занимаются переделкой или восстановлением инфраструктуры канализационных систем для того, чтобы они обладали более повышенной пропускной способностью, для того, чтобы потом не случилось такое, знаете, заложенное мина замедленного действия и в один момент все вдруг мы начинаем понимать, что мы находимся в окружении огромной большой лужи и это все бьет из-под земли и аварийные службы не справляются. Если справляются, то непонятно, надолго ли это все будет работать. То есть, почему в этом требования к инвесторам настолько снижены, что не занимаются они ремонтом и восстановлением или реконструкцией системы инфраструктуры? Если глобально смотреть, то в целом к инвесторам, что касаемо именно в строительстве, требования, вот контроль значительно снижен. Именно благодаря либеральной партии, которая внесла огромное количество поправок в законы, контролирующие, призваны контролировать строительный бизнес, ограничивать беспредел в строительном бизнесе, снипы ограничивать. Именно либеральная партия внесла, знаменитый господин Дырда, строительный магнат, он уже не либеральный, но тем не менее, именно под его руководством было разработано многие внесения в поправок и, к сожалению, проевропейское большинство проголосовало. Мы, муниципальный совет, представители муниципального совета, не имеем возможности влиять на застройщика в плане подключения сетей. Вопрос с сетями регламентируется, то есть, если это электричество, они получают технические, то есть, техническую точку доступа напрямую у юнионфеносы, и юнионфеносы, как правило, говорит, где необходимо, они ходят, исходя из собственных экономических интересов, если необходимо подставить какую-то новую подстанцию для огромного комплекса, они говорят, вы должны там расположить подстанцию, либо подключаться к определенной точке. Такое предприятие, как АПО-канал, который контролируется муниципальным советом, мы, к сожалению, в связи с тем, что не сформировано нормальное, стабильное большинство, именно прогородское, скажем так, большинство, независимо от политических взглядов, мы не имеем возможности контролировать, а что они делают. И зачастую к нам доходят данные, происходят вопросы коррупции, где, к примеру, к большому комплексу АПО-канал имел бы право требовать создания новой канализации, подвода новых сетей, водоснабжения с расчетом на дополнительную нагрузку. Тем не менее, зачастую легче заплатить крупному бизнесу взятку и подключиться к старым сетям так дешевле. Но о том, что старые сети из этого будут перегружены и нам из бюджета придется выделять деньги либо брать кредит на замену в будущем этих сетей, это никого не волнует, потому что это якобы крупный бизнес. Получается, частный интерес превалирует над тем интересом, над интересом, будем говорить, народным, над интересом граждан, над интересом кишиневцев. Но Новый год мы встретились с новым градоначальником. И вот сейчас по истечении первых недель Нового года и по истечении того времени, как она вступила в должность, я говорю о Сильве Радо, вот каков ваш анализ того, что происходит под ее руководством в сегодняшней столичной мэрии? Вот не зря же я начал наш с вами разговор с того, что сегодня, наверное, ответить на вопрос живо ли дело либерала Дарина Киртака достаточно легко, потому что мы не видим тотального, так сказать, сноса этих либеральных построек, тотального пересмотра, во всяком случае пересмотра тех авторизаций, которые даны на новые строительства, которые нас ожидают. Мы видим, ну не знаю, какую-то сплошную пиарацию. Вот на ваш взгляд, что сегодня происходит в управлении столицей? Ну, на мой взгляд, мы говорили на референдуме, привлекая, агитируя жителей выйти на референдум, о том, что референдум это один из способов убрать кандидата демократической партии, она таковым является, с поста, пост, который она занимает исполняющие обязанности генерального примара, один из способов, ну, к сожалению, получилось так, как получилось, мы не осуждаем жителей, каждый имел право выбрать, госпожа Майя Санду и Настаса решили не поддерживать референдум, оставив тем самым демократического кандидата, оставив на посту генерального примара, бог им судья. Мы говорили о том, что данная госпожа будет заниматься не чем другим, кроме как рекламированием собственной персоны и своей команды, в данном случае демократической партии. Что и происходит? Ну, давайте честно... Вообще поменялась команда, если уж говорить о том, что... Команда пока не поменялась, мы видим о том, что команду нужно было менять в любом случае, давайте честно скажем, любого посади школьника, посади после Дарина Киртуаки, он будет выглядеть эффективнее, чем Дарина Киртуака. Что ей делать госпожа Сильверадо? Вы помните профессию у господина Киртуака? Он по профессии шоумен. Ну, в принципе, вот вы говорите, дело живет, вот госпожа Сильверадо продолжает заниматься шоу-бизнесом. Понятно о том, что она как бизнес-вумен, руководитель крупного предприятия КГС Юнион Фенос, она имеет навыки эффективного управления, и она пытается разобраться в том, что творится в Кишиневе. Тем не менее, мы, фракция социалистов, ее не признаем. На этом посту мы исключительно обращаемся хоть и с уголовными делами, но он единственно законно занимающий пост, это господин министр Грозаво, вице-примар. Мы всегда со своих обращений обращаемся только к нему. Она занимается пиаром, она занимается глобальными вопросами, она не занимается вопросами генерального плана. Почему? Потому что генеральный план предполагает смотреть на 2-3, на 4 года вперед. Ее задача сейчас, за полгода, раскрутить рейтинг демократической партии на различных мелких пиар-акциях в предвыборный год. Мы знаем, в ноябре будут парламентские выборы, и в Кишиневе предполагается, то есть уже утверждено 11 депутатских мандатов, то есть 11 депутатов будет избрано с муниципи Кишинева. Ее задача раскрутить своих кандидатов, я думаю о том, что она будет потом показывать пальцем, вот это наши кандидаты, ходить вместе с ним. Помните, как Дарин Киртуак спускался в канализационный люк, я не удивлюсь, если госпожа Сильвораду и это начнет делать, мы вчера смотрели... Может, и были же все-таки электрические сети. Может быть, электрические сети на стол плазить и мы не знаем, чем она будет заниматься. Мы видим такие небольшие вопросы. Их, безусловно, нужно делать, как ремонт тех же подземных переходов. Обязательно это нужно делать, но так как мы занимаемся такими вопросами давно... Мне кажется, это обязанность руководителя города, то есть обязанность приводить в порядок то, что ему доверено. Если бы каждый из нас... Ну, знаете, это как в семье, когда муж хочет показать, что он что-либо делает, он громко объявляет, я помыл посуду, у меня есть право на перекур или возможность посмотреть футбол. Но это твоя обязанность. Ты вступил в должность мужа, жены, ты должен это выполнять. А в этой ситуации, когда обязала себя постом, исполняющая обязанности столичного мэра, это обязанность человека следить за хозяйством. потому что непосредственно... Абсолютно верно. Ну, если быть искренним, необходимо, конечно, подождать какой-то период. Как правило, человеку дается минимум 100 дней. Мы знаем вот такое... Для того, чтобы человек что-то реализовал, критиковать его на втором месяце или на втором месяце нахождения, пусть и незаконно, критиковать его... Человек еще не успел какие-то вопросы реализовать. Но мы говорили, оно, в принципе, так и будет. И логика событий вот в этом году другого не может быть. Она предполагает именно так. Человек будет заниматься пиаром. За счет мелких акций, но глобального изменения не будет. И мы видим, к сожалению, повестка дня 22 декабря, которая была... Мы ушли из зала после социальных вопросов и бюджета. Остались распилы земли, остались пузы, которые повлияют в будущем на жизнь граждан. То есть все осталось. Именно в силах госпожи Сильвараду было изменить повестку и поставить только социальные вопросы либо нормальные социальные вопросы. Остались также неподготовленные проекты решения. Остались проекты решения с большими нарушениями. Вот я представитель земельно-строительной комиссии. Я где-то в 5 часов сегодня я узнал о том, что завтра в 2 часа будет комиссия, на которой куча вопросов. Когда я должен подготавливаться? То есть меня изначально ставят в условии, что я прихожу неподготовленный, не зная, что в этом проекте решения. Я не имею возможности его проверить и должен на слово верить сотрудникам земельного управления, которые либо архитекторам, докладчику. А я привык им не доверять. Я привык проверять проекты решения. Для этого мне хотя бы 3 дня нужно. И в регламенте муниципального совета указано о том, что заседание совета, заседание комиссии должно быть за 3 дня до проведения должно быть объявление. Я сегодня в 5 часов узнаю о том, что будет завтра комиссия. Это разве не беспредел? Это продолжается. Продолжается то же самое, что было при Дарине Киртуаке. Продолжается о том, что средства массовой информации для того, чтобы взять у госпожи Сильвераду, должны в очереди стоять, записываться. Раньше можно было спокойно подойти. Именно мы внедрили, проводили все средства массовой информации, чуть ли не в кабинет Дарина Киртуаке. Но у нас вводится опять цензура. Мы видим на парламентском уровне цензура против российских каналов и новостных лент выходит. Но в данном случае против своих журналистов чтобы лишние вопросы не задавали. Таким образом. Да, понимаю. Но вот если вернуться к персоне бывшего столичного градоначальника Дарина Киртуаке, я так понимаю, что череда уголовных дел или того, что будет дальше раскапываться прокурорами, наверное, остановится на том, что нам известно. Я так понимаю, что объявлено еще об одном очередном уголовном деле. это по поводу отправки одного из сотрудников. Да, одного из сотрудников. Получается, использование служебных полномочий и еще в личных целях или может быть не совсем... Ну, я не знаю, как правильно юридически звучит эта статья. Я хочу жителям пояснить. Идет речь об очередном уголовном деле. Мы уже сбиваемся по счету. Кстати, мы об этом неоднократно говорили. Начало с 15-го года, с сентября 15-го года, как мы получили мандат, мы об этом неоднократно говорили. Представитель управления культуры была отправлена на несколько лет в командировку, где она находилась в Европейском банке, занимала там определенный пост, получала там зарплату. Тем не менее, она в муниципе продолжала получать отпускные, продолжала получать зарплату. то есть мы оплачивали человеку нахождение на другом посту, где она также получала зарплату. И, соответственно, это происходило почти два года. То есть за два года человек получал спокойно зарплату. А Дорин Кертока каждый раз это все дело подписывал. Естественно, бюджету причинен ущерб, он должен был, этот человек должен был взять за собственный счет академический отпуск или как согласно трудовому кодексу. Мы не удивлены самим фактом еще одного уголовного дела в отношении Дорина Кертока. Их, наверное, должно быть значительно больше. Может быть, не 600, как говорил господин Филат, но, тем не менее, под сотню только по нашим заявлениям уголовных дел спокойно на Дорина Кертока может набраться. Мы удивлены тем, что они выходят только сейчас, раз, и мы надеялись в том, что господин Кертока после провала, ну, не провала, референдум, мы считаем, что все-таки референдум состоялся и 110 тысяч граждан нашли себе силы и честь, вот, ощущение себя кишиневцам выйти на референдум. Это на минуточку 40% от проголосовавших, то есть, от тех, кто участвовал на выборах 2015 года. Именно поэтому нельзя говорить референдум о том, что он проваленный. Проваленный в том плане, о том, что он не привел к конечному результату из-за того, что необходимо было 210 тысяч... Ну, тут тоже какая-то комбинация математических форм. Тут, к сожалению, несовершенство закона и какая-то непонятная составляющая этого закона. Так вот, еще одно уголовное дело. Мы надеялись в том, что последний шанс избавить город от демократического кандидата и сдать возможность городу выбрать городоначальника, это то, чтобы Дарин Киртуак подписал заявление о собственном уходе, он до сих пор формально он является отстраненным генеральным примаром, но генеральным примаром он является. То есть, если в случае выигрыша всех дел, которые... или развала этих дел, он может вернуться опять на пост? Во-первых, он может вернуться на пост, но вопрос не в этом. Вопрос в том, если сейчас бы он подписал заявление в избирательную комиссию о том, что я слагаю себя полномочия, то избирательная комиссия обязана, согласно закону, объявить досрочные выборы, на которых господин Киртуака также сможет участвовать, несмотря на все свои уголовные дела. И мы прекрасно понимаем о том, что уголовные дела созданы именно сейчас, открыты для того, для того, чтобы держать господина Киртуака крепко за Фаберже, и чтобы он этого заявления не написал, для чего? Для того, чтобы госпожа Сильвераду продолжала и могла, имела возможность пиарить свою демократическую команду. Все просто. Но тем не менее, мы продолжаем жить в этом городе, мы обсуждаем столичные власти, мы обсуждаем те реалии, в которых находимся, мы сетуем на то, что город развивается неуклюже, если так сказать, потому что, смотрите, да, мы инвесторы нашли возможность для того, чтобы поднимать многоэтажные жилые дома, но сегодня почему-то не говорится о том, что, чтобы развивать какие-то предприятия на территории города, ведь Кишинев в свое время был городом индустриальным, то есть какое огромное количество не просто малых предприятий, кооперативов или каких-то там небольших швейных фабрик, были предприятия, которые являлись составной частью целых производственных комплексов огромной когда-то страны и были существенные части, здесь и сборочные цеха были, и были производства такого полуфабрикатного продукта, тем не менее все это понятным причинам развалено и не идет речь о том, что построят какие-то предприятия, строятся жилые дома, в них будут жить люди, но где эти люди будут дальше работать, или кто-то вообще задумывается над тем, что да, ведь будут рождаться дети, нужны детские сады, школы, образовательные учреждения, медицинские учреждения в конце концов, и если планируется такой рост числа кишиневцев в силу того, что появляются новые жилые метры, то, наверное, мне кажется, нужно задуматься о том, что эти люди будут дальше делать. Понимаете, для того, чтобы реализовать то, о чем вы говорите, создание рабочих мест, у нас власть должна быть ощущать себя гражданами Республики Молдави, но когда граждане Румынии, находясь в парламенте, граждане Румынии, находясь в Конституционном суде Республики Молдавии, пытаются рассуждать, непонятно, по какому паспорту они действуют. Исходя из всех событий, мы видим о том, что они защищают интересы других стран. Это знаменитый закон антипропаганды. Но неужели запрет российских новостей, российской аналитики приведет к тому, к улучшению отношений с Российской Федерацией. Абсолютно понятно, что наш стратегический рынок, то есть вот этот закон ухудшит отношения там, где у нас стратегический рынок. Не будет у нас рынка, нам не будет куда реализовывать свои собственные товары. Не будет возможности реализовать товаров, это значит будет сокращение производства и закрытие производства это значит закрытие рабочих мест. Для того, чтобы открыть рабочие места нужно иметь куда сбывать товар. Сбывать на собственной территории нет смысла. А мы видим, что власть придержащие размышляют категориями иностранных граждан, иностранных агентов, временщиков. Их задача строительства это что? Строительство это вложил, через год получил деньги. Это временная отрасль. Никто не вкладывает и, кстати, в таких крупных городах как Париж, Берлин, Мюнхен и так далее небольшой процент людей владеет квартирами. Около максимум до 50%. Дело очень дорогое. Во-первых, дело очень дорогое. Но немцы могут себе позволить и французы могут, у них ипотечные кредиты это 2-3% годовых. У нас нам не снилось такое с 9-10% но люди размышляют по-другому. Им легче снимать квартиру за счет того, что есть огромные под сдачу в аренду. И мне как человеку, который получает достойную зарплату, нет смысла покупать квартиру, если я могу ежемесячно оплачивать какую-то арендную плату. Но крупные компании готовы будут вложиться в такой холдинг для сдачи, если это длинные деньги, если они рассуждают длинными категориями. Потому что окупаемость таких доходных домов сдачи в аренду жилья, в найм жилья начинается от 10 лет. А у нас такого не замешает. У нас сейчас вложил через год максимум я должен получить для того, чтобы вывести деньги обратно. И мы прекрасно понимаем, наши экономисты проводят анализ, якобы бум строительства, который сейчас будет существовать, это не потому, что идет развитие производства, люди богатеют, рожают, покупают новые квартиры, а потому что вкладывать больше некуда. То есть получается строительство это форма легализации каких-либо капиталов? Форма легализации каких-либо капиталов раз, потому что вопрос каких капиталов? Ну я не удивлюсь о том, что если будут использованы деньги, в том числе из пресловутого украденного миллиарда. То есть его прокрутят, нам же обещали частично вернуть, до сих пор 90% честных людей, как высказался Юрий Лянко, находится в списке кролл тех, кто участвовал в миллиарде. Посмотрим, что будет. Вопрос в другом. В других странах люди не покупают квартиры. Почему? Да потому что имеют возможность вложиться в мелкий бизнес. Люди открывают предприятия, ресторанчики и так далее, и так далее. А у нас куда вложить? Человек, который заработал на заработках, допустим, несколько лет в России, неважно, в Италии, заработал 10, 15, 20 тысяч евро, продал какие-то свои сельхозучастки или какой-то бабушкин дом, куда ему вкладывать эти деньги? Открыть очередную аптеку, открыть очередную парикмахерскую, нет смысла. Цеха у нас открыть какое-то производство, это смерти подобное, это значит потерять все деньги. У нас некуда вкладывать деньги, исходя из этого, люди вынуждены покупать квартиры, потому что доверия банковской системе тоже нет. И рост строительства при снижении экономики во всем мире считается негативным фактором. Это значит, что люди просто боятся вкладывать в другие виды бизнеса. Получается, в общем-то, опять же, освобождающиеся средства граждан вкладываются в эти метры для того, чтобы, в всяком случае, как бы сохранить. Правильно, потому что... И риск, видимо, минимальный, чем, например, эти деньги можно было потерять, ну, не дай бог, конечно, в банке. Ну, правильно, потому что мы видим один банк, банк дикономии, банк Исачала, унибанк, мы видим, что с ними произошло. Сейчас непонятно, что творится с агроинбанком, непонятно, что будет твориться с другими банками, что с ними случилось. Люди потеряли доверие к банковской системе. Соответственно, в банковской системе мало наличных денег, люди не несут туда деньги. Мало наличных денег, они не дают кредиты, и у них кредитная ставка повышается. Все взаимосвязано. Рабочие места мы теряем, потому что эти придурки вводят такие законы, я извиняюсь за сленг, антипропаганда, потеряем окончательно рынок Российской Федерации. Так здесь, кроме как торговать на рынке импортными товарами, здесь больше ничего не останется. И обслуживать, подмывать задницы на Западе. Вот к чему они стремятся. И мы видим в последнее время, за последние где-то полгода было принято огромное количество постановлений правительства и законодательства, облегчающие импорт товара. И мы понимаем прекрасно о том, что это делается под определенную торговую сеть. Я не буду сказать, это сеть Кауфланд и другие несколько сетей, которые сейчас готовятся зайти на рынок Молдовы. Это было бы благо, если бы это было при других обстоятельствах. Но в данном случае, когда логистический центр строится в Ясах, это говорит о том, что у нас преимущество будет импортным товаром. И та наценка, которая была указана в правительстве, 50% на полке именно импортного, именно молдавского производства, его почему-то сейчас убирают. Потому что немецкое посольство высказало свои претензии, говорит, это не демократично, это не является элементом конкуренции. То есть мы, как члены ВТО, должны подчиняться воле другого государства. Мы, как члены, должны, к сожалению, подчиняться. И уметь защищать интересы своих граждан. А вот мы не видим, для того, мы не видим, что правительство и проевропейское, так называемое, проевро, от слова евро, валюта евро, проевропейское большинство, оно не защищает собственных граждан. Они молятся иностранным инвесторам как Богу, но я бы воспринял нормального иностранного инвестора, и я бы поцеловал ему, если хотите, руки, радовался бы этому иностранному, если бы он действительно производил здесь что-то. Дракси Аммлайер, который собирает, нанял у нас около, по-моему, двух тысяч рабочих мест, это благо. То есть две тысячи человек, они не уехали, не получают зарплату здесь, но это не является каким-то системой, это не система. Это не является манной небесной для экономики. Они просто эксплуатируют наш дешевый молдавский труд для сборки электропроводки, который нельзя сделать роботами, потому что молдаван или молдаванка будут работать за 300 евро, здесь будут вкалывать, дай бог, чтобы это было 300 евро, они будут вкалывать здесь с утра до ночи, а немец меньше, чем за 2-3 тысячи евро, он даже пальцем не пошевелит. Вот в чем логика. И все, в Румынии зарплата чуть повыше, в Польше еще чуть выше, они размещают здесь, будет дешевле, сейчас на Украине они переместят производство на Украину. Да, тоже получается не панацея. В непростые времена мы с вами живем, Александр, и я хочу сказать, что вот в заключение нашей беседы вот упомянуть такой пример. Я не так даже знакомился с статистикой стран СНГ, что, где, какие экономические прорывы происходят на постсоветском пространстве. Я обратил внимание на вот такой интересный факт. Мы все знаем про сложные взаимоотношения, например, Грузии и Российской Федерации. И тем не менее, оказывается, Грузия чемпион среди бывших советских республик в области туризма, российских граждан. на три месяца вперед проданы все авиабилеты в Тбилиси. Туда, оказывается, ездят массово отдыхать россияне для того, что, во-первых, столица Грузии сохранила исторический облик, столица Грузии обеспечивает достаточно безопасное нахождение там, и столица Грузии предлагает интересные так сказать туры для гурманов, для любителей грузинской, например, восточной кухни. И еще один параметр Грузии, оказывается, ввозит огромное количество виноматериалов в Российскую Федерацию, то есть торгует вином, причем не только даже грузинских марок. Они стали ввозить, и стали ввозить когда? После того, как правящее грузинское большинство, правящий режим в Грузии современные после Саакашвили, они отошли от антироссийской политики, антироссийской риторики. Нельзя плевать в ту руку, которая тебе дает деньги. Ты туда же продаешь товар, с ними надо дружить. Мои еврейские друзья рассказывали то, что кажется, Израиль огромное количество, несколько десятков миллиардов продает овощей и фруктов в арабские страны. Мне казалось, там чуть другая ситуация. Он говорит, а почему? Они и в Европу и в арабам продают. То есть деньги не пахнут, бизнес есть бизнес, надо дружить со всеми, ласковая матка двух, тёлка двух маток сосёт, как говорится. А наши почему-то об этом не думают. Давайте вспомним, сегодня была статистика, я поражаюсь вообще, статистике, которую публикуют, росте поставок алкоголя в Европейский союз, там около 45-60 миллионов евро. Рынок Российской Федерации поглощал винные продукции с республики Молдавия в 2006 году, после того, как этого деда бесы попутали, в 2006 году на 600 миллионов долларов. 600 миллионов долларов россияне платили ежегодно за наши винодельческие продукции. Добавьте сюда еще полтора миллиарда долларов, которые присылали с Российской Федерации наши гастарбайтеры, на эти деньги можно жить и все правильными управлять. И экономика это ощущала все годы. И экономика это ощущала и тогда это все развивалось, потому что грамотно подходили к развитию экономики, грамотно общались и с Европейским Союзом, емкий товар, но он перенасыщенный рынок, туда очень сложно попасть, необходимо с ними работать, но мы легко можем продать товар на восточном рынке, поэтому мы с ними должны дружить. Это они, к сожалению, не понимают. И вот если говорить о потоке туристов, мы могли бы сюда увеличить поток туристов, но опять же, кто сюда будет приезжать? Кишинев должен быть интересен и безопасен. Когда россияне видят о том, что, к сожалению, депортируют и отсылают не впускать в страну знаменитых на весь мир журналистов, они скажут, МИД Российской Федерации выпустит в конце концов инструкцию о нерекомендации россиянам посещают республику Молдавия и мы потеряем многие миллионы долларов, туристов, тех, от которых мы могли получить. Вот и получается такое подтверждение нашей беседы подтверждает такую вот устоявшуюся истину. О чем бы люди не говорили, всегда говорят о деньгах. То есть мы говорили о проблемах кишиневцев, но вернулись к тому, что, в общем-то, надо зарабатывать деньги для того, чтобы жизнь сделать лучше. Для того, чтобы зарабатывать, нужно иметь рабочее место. Чтобы иметь рабочее место, нужно, чтобы возникали предприятия. Сегодня возникают не предприятия, а жилые метры. И это, в общем-то, наверное, не ведет экономику к просим. Я не устану говорить о том, что город это живой организм. Поэтому нельзя развивать одно в ущерб другому. Нужно развивать все в комплексе. Нужно развивать комплексное строительство, но делать так, чтобы оно не мешало жителям жить и наслаждаться этим городом. Тогда этот город будет развиваться, тогда у нас будут туристы и деньги. Да, кишиневцы давно уже забыли, например, по причину происхождения канатной дороги. Система зонирования, когда понимали, что рабочие места находятся вот на этом проспекте, а жилые дома вот здесь. И чтобы людям облегчить доставку себя к рабочему месту в своевременном быть на работе, строились канатные дороги, строились троллейбусные линии. И таким образом вот осуществлялось то называемое зонирование, планирование, ну и еще что-то в этом роде. Спасибо вам за этот разговор. Будем дальше продолжать следить за тем, что происходит в нашей столице. Неизбежно, потому что мы в ней не только живем, мы работаем, мы ею живем, этой столицей. Мы дорожим этим городом, хотим, чтобы он был лучше. И спасибо вам за то активное участие, которое вы принимаете в жизни города. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»